Привет, Хочу Знайки! С вами канал Хочу Знать. Усаживайтесь поудобнее и смотрите наше видео. Поехали! Это предостережение для тех, кто думает, что им может сойти с рук эгоизм в полете. Если вы поставите свои ноги туда, где им не место, вы можете получить холодный душ. Когда девушка-солдат слишком разволновалась во время приветствия, она случайно уронила шляпу генерала. Ее лицо, выражающее ужас, было просто уморительным. Рыбы-иглы — единственные мелкие рыбы, которые выпрыгивают из воды с вероятностью один шанс на миллиард. Женщина узнала об их существовании самым ужасным способом. В ресторане две девушки заказали дорогой торт, чтобы сделать селфи, но отказались платить, потому что торт им был не нужен, и официант это не оценил. Мужчина очень быстро пожалел о том, что жестоко себя повел по отношению к коленю весом 350 килограммов, когда тот быстро выполнил движение на 200 IQ. Один человек посмеялся над тем, что все машины получили штрафы, кроме него, пока он не подошел поближе. Попытка украсть каталитический нейтрализатор среди бела дня — это, наверное, не самая лучшая идея. В ее защиту скажем, что мы тоже не думали, что будет так глубоко. Во время квеста мужчина использовал свою спутницу, чтобы удрать от одного из работников в костюме. Страшный клоун и девушка объединились для сладкой мести. К счастью, в этом видео никто не пострадал, кроме самолюбия этого мужчины, когда он не смог разбить стекло самой крутой Тойоты в мире. Интернет утверждает, что осы не жалят без предупреждения. Но это видео, где оса пытается ужалить камеру наблюдения, заставит вас думать иначе. Не связывайтесь с байкером, или это может стоить вам крышки топливного бака. Комар пожалел, что пошел против этого мужчины, у которого, видимо, самая толстая кожа в мире. И что еще хуже, самый неловкий момент в жизни насекомого был записан и выложен в интернет для развлечения людей. Невероятное видео, заснятое в самолете, когда какой-то гад в середине полета пытался снять, что находится под платьем стюардессы. К счастью, у девушки под платьем были шорты, а после приземления он был пойман и арестован. Этот мужчина увидел, как спортсмен делает упражнения, и решил дать непрошенный совет. И тут же пожалел об этом. Вот что бывает, когда водитель с полной страховкой встречает другого водителя, который припарковался, не думая о других. Вселенная в этом случае была на стороне владельца магазина. Лев спокойно пошел проверить, как там его детеныши, и тут же пожалел, когда мать по какой-то причине оказалась не в себе. У владельцев магазинов с годами вырабатывается пятое чувство, и они чувствуют, когда что-то собираются украсть, создавая удивительные моменты, подобные этому. Это выглядело дорого. Когда дверь не закрывалась, потому что она застряла в ограждении, женщина-водитель попыталась слегка подвинуть автомобиль назад, чтобы освободить ее. Но, по крайней мере, дверь больше не в заборе. Когда фанату Тейлор Свифт показалось, что он встретил знаменитость, он сразу же начал плакать. Но волнение быстро прошло, потому что это была не певица. К счастью, в этой компании есть камера видеонаблюдения, иначе его коллеги не поверили бы ему. Муравьи известны своей командной работой. К сожалению, бедный маленький муравей остался один после того, как помог своим друзьям перебраться на лист. Очень неприятный момент для этой женщины случился в казино, когда она играла на игровом автомате и вдруг, неожиданно, выиграла джекпот в размере 42 миллионов долларов. И все было бы здорово, пока в казино ей не сказали, что это была ошибка автомата и предложили взамен бесплатный ужин. Когда парень стал слишком самоуверенным после успешного выполнения трюка с телефоном, он узнал, что посеешь, то и пожнешь. Во время финальной диагностики двигателя техник решил проверить ветроустойчивость своего компьютера и снять быстрое видео. К несчастью для него ноутбук улетел в воду. Когда ты так сосредоточен на резке, что забываешь, что именно ты режешь. Это может привести к самосаботажу. Дроны не так просты в управлении, поэтому, когда вы тренируетесь в управлении полетом, убедитесь, что вблизи нет линий электропередач. Одним неверным движением этот механик случайно превратил простой ремонт в дорогостоящее новое окно. Пломбирование – очень популярный кулинарный прием, который оставляет гостей в восторге, но также помогает проверить противопожарную систему. Вот это не повезло. Когда кровельщики забыли установить в крыше вентиляционное отверстие, они не только создали пожарную опасность, но и крышу с сердцебиением. Иногда крошечный кусочек сетки в напольном покрытии может стать причиной гибели стеклянной двери стоимостью 10 тысяч долларов. В сложностях жизни мы часто обнаруживаем, что самые простые решения спокойно лежат в пределах нашей досягаемости. Этот багаж, кажется, хочет отправиться в самостоятельное путешествие. Владелец, к счастью, сможет его отследить. Парень в Нью-Йоркском метро слишком увлекся общением пассажирки и взглянул в неподходящий момент. Когда вы работаете водителем Убера, вы ожидаете неожиданности. Но этот водитель никак не мог подготовиться к непредвиденному событию, когда в 2 часа ночи его пассажиру приснился кошмар. В торговом центре один из посетителей выбрал не то место. И то, что должно было быть обычным аттракционом, получило несколько дополнительных вращений. Когда мужчина очень близко стал ехать за машиной, в авто рядом с ним оказался полицейский под прикрытием. Этот смешной момент, когда белка попыталась украсть немного еды из птичьей кормушки. Во время турнира Fortnite на полмиллиона долларов один из игроков из Испании был ранен и его неоднократно убивали, но каким-то образом игрок все еще был в состоянии оставаться в игре. Неясно, обманывал ли парень. Он сказал своим товарищам по команде ничего не говорить и вести себя так, будто ничего не произошло. Но все же правосудие свершилось, и через несколько минут после этого организаторы выгнали парня с турнира. Карма моментально настигла этого человека, который хотел выместить свое плохое настроение на вывеске. Посмешишь — людей насмешишь. Когда вы торопитесь или проявляете нетерпение, в итоге это приводит к обратным результатам, и вы не выигрываете, а теряете время. В этом видео судья была приговорена к шести месяцам тюрьмы после того, как ее признали виновной в злоупотреблении должностью. Она помогла своему брату, у которого был трудовой спор. Женщина была настолько удивлена решением суда, что отказалась покинуть зал, и ее пришлось выводить насильно. Когда машина в течение нескольких недель была неправильно припаркована, люди решили, что она брошена, и решили залить цементом. Еще один пример опасного вождения, еще один пример появления полиции из ниоткуда. Сейчас вы увидите, как карманник будет пойман в режиме реального времени. Наблюдайте за парнем в черно-белом пиджаке. Если вы отказываетесь потушить сигарету на заправке, то получите такое же отношение, как и любая другая пожарная безопасность. Будьте осторожны, играя со знаком «мокрый пол», может произойти нечто смешное. Самое важное в любом предложении – это купить кольцо достаточно большое, чтобы оно не провалилось сквозь трещины пола, на котором ты стоишь. Услышьте этих снова таинственно появляющихся полицейских. Вот что случается, когда ты вопиюще игнорируешь знаки, говорящие тебе, насколько мост низкий. Когда вы едете по неправильной полосе, вы не хотите видеть полицию, которая едет вам навстречу. И вы не хотите видеть целую процессию полицейских мотоциклов. И снова тот прекрасный момент, когда обычная машина оказывается полицейской. Когда вы бросаете одежду на хоккейном матче, и охрана оказывается прямо за вами. Обратите внимание, остальная толпа выглядит вполне счастливой. Сюрприз, сюрприз! Этот парень, в конце концов, застрял в снегу. Мы не знаем, что этот парень сделал этой собаке, но что бы это ни было, у нее было прикрытие. Если ты собираешься выбежать на поле, то тебе лучше подготовиться к игре. К счастью, он был в порядке. Или к несчастью. В зависимости от того, на чьей вы стороне. Когда ваш двигатель горит, вероятно, пришло время перестать дрифтовать. Когда вы настолько неприятный человек, что даже не настоящие лошади вас не любят. Мы рекомендуем вам всегда проверять территорию, прежде чем вы сядете. Как видите, девушку это только позабавило. Думаем, что его амортизатор и подвеска будут перегружены от такого веса. Каждый может по-своему расслабиться. Кажется, что у нее получилось гораздо более крутое фото, чем она изначально планировала. Если вы решили заставить других чувствовать себя некомфортно, будьте готовы к тому, что вам могут отомстить. Внимание, трюк был выполнен профессионалами. Это результат тайного страха каждого парня перед силомерами. Теперь вы увидели, как выглядит настоящее отчаяние. Поставьте лайк этому видео, если вы тоже делали подобные пируэты в детстве. Нам его не жаль, потому что он разбудил спящего тигра. Это тот момент, когда риск не оправдывает результат. С другой стороны, он сможет выполнять крутые трюки на дне бассейна. Как мы видим, из любого места работать удаленно удобно. Что может сделать этот трюк еще более эффектным? Конечно, пожарная сигнализация. Когда настал момент, когда ты показываешь свои фокусы друзьям, и почему-то они все еще не верят, что ты настоящий фокусник. Какой прекрасный пример того, как нужно правильно редактировать свою работу. Лайфхак для режиссеров. Вот как нужно снимать спецэффекты в малобюджетных фильмах. Этот парень явно претендует на звание «Худший рыбак года». Вот причина, по которой красивые приветствия лучше репетировать заранее. Вполне возможно, что он снимал сюжет об отсутствии воровства на вокзалах. Вот что значит искать любую возможность, а не оправдание. Вероятно, в вашем любимом ресторане еду нарезают таким же способом. У всех нас были неудачные визиты к парикмахеру. Но давайте поддержим парня лайком, он не сможет ходить на свидание пару месяцев. Какой экзотический способ отправить себя в нокдаун. И награда «Отец года» достается этому мужчине. Мы очень надеемся, что на пенсии огонь в наших сердцах останется таким же. Это должно произойти с каждым, кто посыпает красивую одежду этим. Эффектный выход в море. Если она просит вас откусить кусочек, подумайте дважды, прежде чем дать ей еду. В целом, это хороший тренажер для подготовки астронавтов. Когда вы впервые сели за руль, чтобы покрасоваться перед ней. Это самый быстрый способ помыть свои волосы. У нас такое чувство, что она еще долгое время не захочет посещать аквапарки. Кажется, что они испытывают величайшее удовольствие в жизни. В целом, это был единственный способ убежать. В таких переговорах вы обязательно должны дать что-то взамен. Даже играя с мечом, не думайте, что вы можете избежать кармы. Всего одной рукой он раздробил 122 кокоса за минуту. Он добавил в этот попкорн что-то особенное, что сегодня редкость. Это любовь. Вот это потрясающая команда прыгунов японских студентов. Как она могла сделать эти два невероятных удара? Настоящий мастер, он исполнил брейк-данс на этом погрузчике. Наверное, он может справиться с любыми челленджами. Дамы и господа, вот новый способ использования вашего пианино. Эти парни не только сильные, но и обладают прекрасным чувством равновесия. Она просто наслаждалась своим кофе в минус 27. Думаете, кто-то отредактировал это в видеоредакторе? Его талант просто невероятен. Думаете, результат этого парня круче всех? Нет, следующий парень показал совсем другой уровень. Ему потребовалось чуть более двух секунд, чтобы закончить. Он буквально катался по тем участкам горы, где не ступала нога человека, на которые все смотрят и думают, представьте, как хорошо было бы покататься там на лыжах. Этот человек – крутой спец. Лунная походка не так проста, как кажется, но эта девушка сделала ее даже под водой. Он может поднять что угодно, включая вас. Мы нашли нового противника Маврика из Топган. Он даже обогнал машину. Пока вы изо всех сил пытаетесь провести линию с помощью линейки, ему просто нужна его твердая рука. Даже с завязанными глазами он смог выполнить этот трюк. Джейсон Момоа бросил топор в нужное место три раза подряд, сведя этих девушек с ума. Его невероятная гибкость заставляет нас думать, что он – лапша. Если бы этот человек участвовал в соревнованиях по вождению лодки, он бы точно выиграл. Лучший способ очистить трубу от бетона. Симфония идеальной командной работы. Для подъема бетонного фундамента был использован полиуретан. Команда работала в полной гармонии, чтобы доставить раствор на второй этаж. Он может легко передвигаться с помощью всего лишь ведра. Этот человек строит трехъярусную печь. Он сел на ролик и разровнял склон. Группа рабочих без особых усилий установила столбы дома, используя только веревки. Он использует кусок деревянной доски, чтобы убрать клинья. С его невероятным мастерством ландшафтный дизайн выглядит красивее. Этот рабочий едет на лифте, чтобы перевести раствор. Он использует зонт, чтобы защитить себя от солнца при работе на открытом воздухе. Он знает, как предотвратить слишком быстрое высыхание раствора в холодную погоду. Он нагревает пластиковые трубы, чтобы соединить их вместе. Водитель легко перебирается через бетонный столб. Он работал быстрее, используя экскаватор. Колья легко вбиваются в землю. Стена представляет собой комбинацию обычного и стеклянного кирпича. Они строят соломенную крышу. Без специальной формы этот мастер создал реалистичную каменную стену. Бетон высыхает быстрее, когда он использует эту машину. Способ, с помощью которого ваш задний двор будет выглядеть потрясающе. Бетонный фундамент становится более гладким. С помощью этого инструмента они легко устанавливают столб в правильное положение. Эти два рабочих установили бетонные плиты, используя всего две трубы. Вы можете быть талантливы во всем, даже в своей повседневной работе. Например, этот человек. Когда он запросто перекидывает веревку через крепление, сразу становится ясно, что он не первый день на этой работе. Такая концентрация и способность сохранять равновесие, безусловно, могут быть поводом для зависти. Только одно непонятно. Он может идти, не боясь упасть, потому что очень уверен в себе? Или достиг этого умения благодаря тренировкам? Только посмотрите, как реалистично уличный художник нарисовал девушку, сидящую на скамейке. Думаем, если поздно вечером кто-то пройдет мимо этого места, он не заметит, что это просто картина и подумает, что это настоящая девушка. Мы не представляем, как этой девушке удалось открыть бутылку, но после этого у нее появилось много поклонников. Этот парень может удерживать свое тело только на четырех пальцах. Это невозможно! Не пробуйте повторить, вы можете получить травму. Вы можете создать что-то невероятно красивое в любом месте. Например, та девушка создала диораму внутри грецкого ореха. Только невероятно сильная любовь к своему ремеслу и желание творить может заставить людей работать так усердно. Художники бывают разные и у каждого свое направление. Но посмотрите, как реалистично эти художники рисуют предметы, будь то телефон или деньги, на фотографии или видео. Вы даже не поймете, что это рисунок. Вы думаете, Майкл Джексон лучше всех выполнял лунную походку? Просто посмотрите на то, что делает этот парень. Думаем, он незаконно рожденный сын певца. Гольф – очень сложная игра. Но этот человек научился играть в нее так хорошо, что его мяч отскакивает от воды и попадает в лунку. Вы видите эту картину? Но это не картина, это предметы, расположенные в правильном порядке, и они создают такой визуальный эффект. Чтобы придумать такое произведение искусства, нужно обладать блестящей изобретательностью. Каждый может нарезать овощи ножом. Но как насчет нарезки овощей с помощью игральной карты? Отличное видео о том, как талантливый парень исполняет брейк-данс. Только посмотрите, как невероятно он крутится. Сейчас очень популярна профессия кондитера. Посмотрите, какие шедевры создают профессионалы в своей области. Это просто невероятно! Давайте угадаем, сколько килограмм он несет. Устойчивость и слаженная работа в медленном темпе – ключевые факторы при перемещении тяжелых материалов. Хорошо подготовленный экскаваторщик может перемещать экскаватор по любой поверхности. Ух ты! Этот мастер создает шедевр! Если вы не очень хорошо рисуете, воспользуйтесь этим приемом. С помощью этого шеста отделка дорожного покрытия – лишь вопрос времени. Используя деревянную палку и нож, вы сможете идеально нарезать гипсокартон на круглые фигуры. Ваш водосток перестанет быть однообразным, если вы наймете этого парня. Стекло толщиной 12 мм сохранилось в целостности и сохранности благодаря слаженной работе этой команды. Небольшой кусок дерева и молоток – вот и все, что нужно, чтобы удалить деревянные подпорки. Эти проворные руки не пропустят ни одной плитки. При работе на такой высоте требуется не только ловкость, но и смелость. То, как этот парень использует мешки, облегчает транспортировку кирпичей. Их отличная координация, несомненно, будет оценена начальством. С такой стойкой даже перемещение пятитонного грузовика не составит труда. Для этого человека его руки буквально бесценны. Он может самостоятельно транспортировать бетонные блоки без посторонней помощи. Нас поразили не только ходули, но и прикрепленные ведра с краской. Вот что называется профессионализм. Как здорово, когда можно создавать свои собственные узоры. Это доказывает, что работа в команде всегда эффективна. Лучший способ покраски стены. Давайте посмотрим, как делается овальный купольный потолок. Просто бесполезный железный прут? Нет. Он может заменить даже ручной резак. Крепление плиток на розетках – один из приемов, требующих высокой точности. Можно ли сделать подобный дизайн у нас дома? Канализационный люк можно таким образом спрятать в пол. Неторопливость и спокойствие – обязательное условие для того, чтобы закончить работу. Какой безопасный и креативный способ транспортировки бетона? Командная работа делает мечту реальностью. Этот парень идеально укладывает тротуарную плитку в правильный цветовой ряд. Он укладывает раствор для кирпичей? Как ловко! Еще один пример эффективной командной работы. Старая оконная рама помогает декорировать бетонную поверхность. Ух ты! Смотрите! Его скорость просто невероятна! Друзья, ваша команда завоевала золотую медаль на Олимпиаде кровельщиков. Буквально не можем оторвать глаз от его руки. Благодаря этим клещам перемещение бордюров теперь не составляет труда. Хотите попробовать? Прямо сейчас отправьте это видео своему коллеге. Не пропускайте это видео, иначе вы пропустите волшебную дверь. Перемещение с помощью лестницы может сэкономить много времени. Наконец-то мы поняли выражение «работай мозгами, а не мышцами». Хорошая командная работа позволяет этой команде всегда получать высокую оценку. Эта водонепроницаемая мембрана предотвращает намокание пола. Каждый начальник обязательно захочет нанять такого умного работника. Вот как делаются бетонные перила. Этот мастер, похоже, наслаждается своей работой, бросая с отличной точностью. Мастерство всегда делает их лучшей командой. Посмотрите, как эти высококвалифицированные рабочие откачивают воду с помощью одной лишь трубы. Малярная лента используется для создания иллюзии настоящей кирпичной стены. Вот как строительный эксперт одним движением забивает гвозди. Каток аккуратно разрезает асфальт. С помощью ленты бетон становится более гладким. Для обеспечения надежного крепления мраморных плит цемент распределяют равномерно. 3D принтер создает слои бетона. Наслаждайтесь! Даже без вспомогательных инструментов можно хорошо выполнить задачу. Одновременная укладка нескольких слоев кирпича может повысить эффективность работы. Этот парень использовал экскаватор для выравнивания бетонных полов. Они завершили монтаж без помощи машин. Он идеально наклеил обои рядом с предыдущими. Этот рабочий отлично справился с работой, используя ноги. Обеспечение безопасности рабочих, выполняющих строительные работы в котловане. Как за считанные секунды наполнить мешки песком. Вау, это несомненно самый крутой способ избавления от излишков раствора на стене. Скрепить два ковра вместе несложно, если у вас есть такая тележка. Этот удивительный инструмент поможет вам стать более профессиональным. Бетон с узором значительно улучшит внешний вид вашего двора. Если завязать веревку на обоих концах, метла сможет легко перемещаться по широкой поверхности. Этот человек использовал для перемещения сразу несколько коробок. Цементная труба быстро натягивается цепью. Один из этих парней не знает своей силы. Если вы хотите построить бассейн, который можно использовать летом и зимой, то используйте снегоуборщик. А это точные плотницкие работы. Это выглядит очень красиво, но это просто не может быть хорошим. Зрители нашего канала, не забывайте об аварийном тормозе, особенно если вы водите грузовик с нефтью. Здесь придется много убирать. Строительные машины предпочитают брать на прогулку рулоны оградительной ленты. Майк Тайсон делает работу по дому. На стройке важно, чтобы работа была разделена поровну. Это самый умный способ изгнания мыши или она просто вернется снова для новой попытки? Как проломить череп с помощью вещи, которая должна его защищать? Думаем, эта женщина не обладает степенью по физике. Одна из многих причин, почему вы не должны спать на работе. Этот водитель грузовика явно должен был быть капитаном корабля Титаника. Еще одна причина, почему вы не должны спать на работе. Если бы он обмотался боо-констриктором, это было бы гораздо безопаснее. Когда рубка дров происходит в 21 веке. У этой работы должно быть требование по минимальному весу. Этот парень получает почасовую оплату? Думаем, да. Когда у вас был долгий рабочий день, и вы начинаете делать все наоборот. Эти люди протестуют против цен на нефть и газ. И они протестуют, лишая людей средств к существованию. Какой классный способ открыть бутылку и уничтожить свадебный торт. Вот как начинал рисовать Бэнкси. Знаете ли вы, что грязевые ванны нужны не только людям, но и машинам? Стоит быть мудрее и не злить экскаваторщика. После такого урока водитель этой машины никогда не припаркуется в неположенном месте. А здесь наказывают нарушителя парковки таким образом, что он никогда больше не найдет свою машину. Как вам нравится идея свадебного конкурса? Отец невесты оценил бы это. Не подскажите, где можно найти такого кота? Нам срочно нужен такой питомец, который будет делать массаж вместо того, чтобы создавать проблемы. Какой отличный вариант скрасить утомительное ожидание в рабочее время? У нас вопрос. Кто здесь хозяин? Хозяин питомца или собака? Правильно, лучший урок, когда ты действуешь. У этого учителя явно отличное чувство юмора. Ученик должен спать дома. Дело не в обстоятельствах, а в том, как мы их воспринимаем. Например, эта женщина смогла извлечь максимум пользы из крайне неудачной ситуации. Это должно было выглядеть эпично, но что-то пошло не так. Такое впечатляющее начало и такой нелепый конец. Такая уличная романтика очень мотивирует встать с постели и пойти прогуляться. Мы поступаем так же, а вы? Привязать айфон к гелевым шарикам было ошибкой. Это был сюрприз для девушки, и парню пришлось весь год на него копить. Теперь мы знаем, что невозможно выпить чай на склоне горы. Если у вас все хорошо с воображением, то вам не нужен двигатель в машине. Мы в душе всегда будем детьми. Эта девушка должна сменить источник кулинарных рецептов. Вот почему мужчины ходят смотреть футбол в бары, чтобы в порыве эмоций не испортить свои телевизоры. Немного творчества и даже пресловутая уборка снега может превратиться в настоящее приключение. Как можно после этого доверять автомеханикам? Некоторую работу все же не стоит доверять машинам. Они не понимают ценность вещей, которые переносят. Похоже, эта посылка не хочет, чтобы ее доставили получателю. Это не самый худший провал, ведь этот человек смог проехать по воде. Вот что значит рыба плывет прямо к сети. Надевать шлем это для самых слабых. Гораздо круче получить удар шлемом по голове. Или даже получить нокдаун. А ей нужно носить шлем постоянно. Может быть в следующий раз упадет что-то более тяжелое. Недаром мудрецы говорят, что сначала нужно открыть контейнер. И только потом пытаться добавить в него что-то. Какая красота, но никакой логики. Мы уверены, когда они вернутся в зал, начнется целое расследование. Думаем, лучше выполнять броски в спортзале, а не на мебели перед женой. Похоже, что у нас есть любитель решать проблемы радикальным способом. Если водитель хотел привлечь внимание, он определенно получит то, что хотел. Вот краткая инструкция о том, что нужно делать, если вы устали от клиента. Когда один человек очень завидовал новой машине своего друга. Собака – друг человека. Поэтому она готова разнообразить ваше вещание. Телефон не прошел этот краш-тест. Кажется, теперь у него много времени, чтобы подумать о том, что он делает не так в своей жизни. Иногда удача покидает тебя прямо на финишной черте. Какой умный способ разобрать свое собственное крыльцо? Плотный график современных медсестер. Сначала вам нужно набрать тысячу лайков за танец в социальной сети, и только потом можно переходить к необходимым лекарствам. Как хороший продавец он действительно верил в продукты и его возможности, но реальность оказалась куда печальнее. Похоже, что он достиг дна своей карьеры аквалангиста. Тяжелая работа становится еще тяжелее, если вы не очень умны. Природа явно знает, как отомстить за свою красоту. Амбиции повара определенно не подходят для его рабочего места. Возможно, третий погрузчик меньшего размера мог бы решить проблему, но мы не уверены на 100%. Только представьте, какие крутые аккаунты в социальных сетях появятся у львицы, когда она получит этот смартфон. Он явно не знает, для чего нужны кокосы, потому что после того, как он их разрезал, он выливает вкусную кокосовую воду. Как он встал на два колеса, наполнил ковш землей. Откуда мы это знаем? Это очевидно. Иногда чистка крыши без страховки – это очень весело. Челентано хорошо танцевал в бочке с виноградом, но сможет ли он повторить это с цементом? Кто бы мог подумать, что вам нужно повесить следующую наклейку в лифте? Надпись «Не подпирайте двери стеклом». Он верит в ее кулинарные способности настолько, что прямо сейчас готов эвакуировать ребенка. Возможно, он уже собрал сумку со всем необходимым. Говорят, что знания могут сдвинуть горы, но глупые работники могут разрушить целое здание. Вот почему огнетушитель должен быть в каждом автомобиле. Настоящая боль – это когда ты видишь идиота на экскаваторе, который прямо на твоих глазах уничтожает грузовик за 200 тысяч долларов. Вероятно, у этого парня не было времени позавтракать перед работой, и поэтому здоровый завтрак сам его нашел. Иногда нужно делать свою работу, несмотря ни на какие препятствия. Вот момент, когда ты подписался на Netflix вместе с другом. Ремонт дома – занятие не для всех. Если вы наймете официанта без опыта, он разобьет всю посуду. Если вы возьмете неопытного водителя самосвала, то будут в опасности груз, прицеп и люди вокруг. Можно сделать из кирпича колесо, но оно не будет катиться. Этого курьера не волнует состояние вашей посылки. Он сделал свою работу. Что еще вам нужно? Охранник должен был убедиться, что она полностью опустилась. Его коллега заменил молоток, и вот что произошло. Вероятно, парень считает себя забавным джокером. Но так он попал в нашу подборку идиотов. Водитель грузовика забыл закрепить груз, и во время резкого поворота выпало много ящиков с бутылками. Хорошо, что люди быстро убрали битое стекло с дороги. Что делает этот рабочий? Он решил зацементировать себя? Он хочет плавать в бассейне с бетоном? Напишите свои предположения в комментариях. Чтобы не дать кирпичам упасть, грузчик решил подпереть их с одной стороны, и они упали на другую сторону. Мужчина прошел по свежему бетону, как будто ничего не произошло. Рабочие потеряли дар речи от шока и удивления, и просто молча наблюдали за этим. Вот так проходит рабочий день этого парня. А потом он приходит домой и говорит жене, что очень устал, и ложится на диван, чтобы посмотреть телевизор. Открыть двери в этот момент было большой ошибкой. Вот что случается с теми, кто переоценивает свои возможности. Удивительно, что ни одна бутылка не была повреждена во время съемки этого видео. Как вы можете увидеть, на этой записи с камеры наблюдения фонарный столб был разрушен. Вот почему оплачивать покупки с помощью карты все равно лучше, чем оплачивать наличными. Похоже, этот водитель не знает, какова грузоподъемность его погрузчика. Видимо, водителю службы доставки не так много платят за то, чтобы он выходил из машины, когда ему нужно доставить посылку. Как вы думаете, водитель заметил, что рыба, которую он вез, упала на дорогу? Зачем покупать строительный уровень? Лучше купить пиво и совместить работу с удовольствием. Вот что значит работать в команде. Водитель этого грузовика невольно запустил фонтан. Видимо, этот парень так сильно хотел покрасоваться на новой машине на дороге, что он поехал прямо в стеклянную стену автоцентра. Экскаваторщику показалось, что он придумал идеальный план, чтобы перебраться через канаву, но оказалось, что идея была не так уж хороша. Борт был плохо закреплен, и когда грузовик остановился, банки с молоком упали на землю. Этот пикап не смог вовремя остановиться. Будьте осторожны, чтобы не стать героями наших новых видео. Некоторый багаж более свободолюбив, чем другой багаж. Он просто хочет самостоятельно путешествовать. Вы все видите, что здесь происходит, но почему этот парень нет? Краска очень хорошо сочетается с другими поверхностями, но не с детьми. Вот одна из самых впечатляющих систем домашней безопасности, которую вы когда-либо видели. Если вы пытаетесь протащить через дверь моющика полов, то позвольте ему сделать свою работу. Работайте немного, а глупо. Вот почему лошади никогда не будут хорошей заменой для машин скорой помощи. Змеи не очень хорошо разбираются в геометрии, и они не могут понять, что большое круглое яйцо не пролезет через маленькое квадратное отверстие. Когда вы пытаетесь украсть посылку, и в итоге получаете посылку с болью. Вот человек, который в свой первый день на работе явно не проходил курс по охране труда и техники безопасности. Когда пакеты стоили больше, чем продукты. Нет ничего лучше японского инженерного искусства. Вот почему толстые пассажиры всегда должны сидеть спереди. Когда эти парни решили купить грузовик, они забыли выбрать совершенно не ломающуюся модель. Если ты чуть не задавил своего механика, то почему бы не извиниться перед ним с помощью странного объятия? Самое вкусное – вы можете смотреть мультфильмы и работать – это делает вас плохим работником или хорошим. Этот парень действительно идиот или у него просто худшая работа в мире? А теперь кадры, которые заставят любого комедийного актера позавидовать. Дробильщик камней, пожиратель инструментов. Хорошо, что эта дрель остановилась перед двигателем машины этого несчастного владельца. Говорят, семь раз отмерь, а один отрежь. Этот парень сделал все наоборот. А теперь самые деликатные в мире парни, занимающиеся вывозом мебели. Вот парень, который перепутал спущенное колесо с горящим. Возможно, это очередной розыгрыш? Но в любом случае этот парень теперь может сойти за произведения современного искусства. Если бы Рэмбо был автомехаником. Парижская неделя моды в последнее время стала выглядеть совсем по-другому. Почему я так долго навожу порядок, это загадка. К счастью, ни один черепашка-ниндзя не пострадал во время съемок этих кадров. Это выглядит ужасно, и у вас возникает мысль, что пахнет это еще хуже. Когда этот парень сказал про номер три, он забыл упомянуть, что тройка только для затылка и боков. Вот кто-то в свой первый день на работе кому сказали, что он должен всасывать бетон через шланг, так как насос уже старый. Странно, но это не сработало. Вы не можете сказать, что этот парень не был готов к тяжелой работе, с другой стороны он работал очень глупо. Вот кто-то без силы в руках и без работы несколько секунд спустя. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите нас завтра. Пока!